Последнее время бокс, смешанные единоборства и прочие виды спорта, где мужики лупят или кидают друг друга, становятся невероятно популярными, особенно у нас. Хоть может потому, что русские не сдаются и всегда готовы надрать задницу даже за бесплатно, но еще потому, что есть на кого равняться. А если серьезно, то кем-кем, а своими борцами и ударниками Россия действительно может гордиться, именно поэтому добро пожаловать на Телблог.нет и сегодня мы представляем топ-10 российских бойцов. Десятое место. Александр Поветкин. Регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе. Обладатель титулов WBC Silver, WBO International и WBA Intercontinental. Первый российский олимпийский чемпион в супертяжелой весовой категории. Это все о русском витязи Александре Поветкине, который за 15 лет профессиональной карьеры потерпел всего лишь два поражения. Притом от кого? Владимира Кличко и Энтони Джошуа. Хочет продолжать, но Джошуа добьет его, это однозначно. Все. Боксер почти в 40 лет не побоялся выйти против молодого гиганта, который до недавнего времени сам не потерпел ни одного поражения и укладывал всех спать во втором-третьем раунде. Да, получил нокаут, да, не смог стать чемпионом, но провел весьма достойный поединок и не пал духом. Ну, завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле в Англии. С кем еще не знаю. А вот буквально месяц назад Поветкин в очень вязком поединке завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBA International. Наш тяжеловес доминировал в течение поединка. Все судьи отдали ему победу с большим преимуществом. Поветкин завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBA. Самое время замахнуться на регулярный пояс. Главное, чтобы этот тренерский штаб Сани вдруг не начал себя вести как прежний. А то те уже да выпендривались. Давай, 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 давай! Да, 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 да! Пей! Пей! Девятое место. Александр Волков. Двухметровый каратист, который дважды выигрывал гран-при Беллотер, среди тяжеловесов и единожды становился чемпионом М1 Глобал. Александр достоин уважения хотя бы потому, что при его громадном росте он смог прокачать технику ударов ногами, начал хорошо контролировать дистанцию и поставил серийную работу. В общем, стал добротным ММАшником. Великолепный эстетичный нокаут и Волков вновь попадает в финал гран-при тяжеловесов Беллотер. Пускай удары Волкову по-прежнему кажутся немного неказистыми и не слишком резкими, он умеет добиваться своего за счет неплохой выносливости и отличных джиу-джитсу скиллов. Волков падая, сразу выставляет руку и падает на локоть, не давая приземлить свой центр тяжести даже на миллисекунду. Затем меняет положение ног для того, чтобы опереться на левую и закинуть правую за спину Иванову. И все это Волков делает в одно мгновение. Очень неплохое джиу-джитсу мистер Волков. Три года назад Саня наконец заслужил приглашение в UFC. Отлично начал и даже мог рассчитывать на махач за пояс. Но в прецедентском бою потерпел обидное поражение. Что ж, в ноябре Волков заново начнет путь к вершине Ultimate Fighting Championship. Восьмое место. Забит Магомед Шарипов. В отличие от Супертяжа, представитель полулегкой категории, Магомед Шарипов является бойцом куда более ярким. Забит провел всего 5 поединков в UFC, но даже за такое малое количество боев успел продемонстрировать свое мощное самбо. Забит еще не вошел в клетку, а Морайс уже садится на невидимую бутылку, пока сам Забит не заставил его это сделать. Три схватки с его участием получили статус выступления вечера, а еще одну аварийц закончил приемом, который назвали болевым года. Только хуизней смог победить вот таким приемом. Поздравление Забиту нормально себя повел, красавчик просто. Всего в профессиональной карьере Забит выходил на канвас 18 раз, 17 из которых закончились уверенной победой российского бойца. Думаю, не в последнюю очередь потому, что он отлично читает соперников. Морайс кидает мидл без подготовки Забиту, но Забит перехватывает его ногу во время смены стойки, контролит другой рукой плечо Морайса, а далее выполняет подсечку, сваливая Морайса. Интересно, сможет ли Аварский Линкольн также прочитать неплохо ударника Кельвина Каттера. Правда, Забиту в этом поединке надо быть осторожным. Он обычно устает в третьем раунде из-за своих вертушек и амплитудных тейкдаунов. А вот Каттер, друзья, бьет очень сильно, и знаете, его удар сохраняет мощь до последнего момента. Ответ, скорее всего, узнаем на UFC Fight Night 163, куда, по идее, перенесли их поединок. Седьмое место. Сергей Ковалев. Карьера первого и единственного россиянина, признанного боксером года по версии журнала Ring, медленно, но уверенно близится к завершению. Осталось вот, ну, пару лет еще побоксировать, но за пару лет, дай бог, я вот пять боев проведу, и, в принципе, ну, как бы, ну, уже дальше зачем, куда, у меня семья, дети, охота как-то их воспитывать. За 10 лет на профессиональном ринге Панчер Полутяж становился чемпионом мира по версии WBA Super, IBF и трижды WBO, удерживая этот титул по сей день. Более того, Ковалев не боится выходить на защиту против молодых претендентов, и уже в ноябре будет махаться с мексиканцем, который моложе его на 7 лет. Да, Сергей опытный боец, и в 36 поединках проиграл лишь дважды, однако будущий соперник в 52 боях уходил поверженным только один раз, и два махача свел в ничью. Но, окажется, Крушитель не боится никого. Хотя кого должен бояться обычный парень из Челябы, который прошел через тернии к звездам? Я его спитала улица, у меня, я говорю, вот повторюсь, у меня не было старшего брата или там отца, который бы мне сказал, сюда иди, сюда не иди. На ощупь ходил тропами такими, и приходилось учиться от улицы и бокса, потому что реально бокс воспитал у меня. А свой дух и желание побеждать Ковалев уже продемонстрировал в реванше с Элейдером Альваресом, когда нанес колумбийцу первое поражение в карьере и вернул себе титул чемпиона по версии WBO. Шестое место. Александр Карелин. У меня все очень просто. Девять сотрясений, очень маленький объем и совершенно отсутствует скорость. Поэтому я говорю с заученными текстами. Вы самый трезво оценивающий свои возможности депутат Государственной Думы, которого я знаю. Вот как-то так Сан Саныч шутит о своей памяти. Возможно, за многие годы карьеры она у спортсмена действительно просела, но зато поклонники классического стиля борьбы навсегда запомнят достижения русского медведя. Начиная с 86-го и заканчивая 2000-м, не было ни единого года, чтобы Карелин завоевал менее двух золотых медалей. И то, а две были только в 97-м и 2000-м. Трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира. Но это все ничего по сравнению с самым главным званием депутат Государственной Думы Александр Карелин. А ведь еще не забываем о 12 чемпионствах Европы, 13 СССР, СНГ и России и серебряной олимпийской медали. Если нет сильного соперника, то ни одна победа не может быть достойной. Сибиряк никогда не выделялся техникой, но его мощь это нечто. Я и тогда и сейчас предпочитал быть сильным. Сан Саныч единственный в мире боец, выполнявший обратный пояс в супертяжах. Просто потому, что ни у кого, кроме него, не хватало и не хватает силенок бросить подобным образом 120-130-килограммовую тушу. Его бы можно было назвать легендой, хотя нет, он и есть легенда. Ведь выиграть 888 поединков и проиграть всего лишь два может только легенда. Ну а своей, так сказать, законодательной деятельностью собственную репутацию подмочил знатно. Александр Карелин, который заявил, что пенсионную реформу не нужно было смягчать. И вообще, не нужно быть иждивенцем на шее у государства. Пятое место. Костя Дзю. Единственный боец в сегодняшнем топе, у кого есть канал на ютубе. Меня спрашивали про работу с левшой. Вот как раз сегодня хочу показать, спасибо, Саша, что согласился участвовать в этом эксперименте. Шапка профиля Кости уже говорит о многом. И действительно, на профессиональном ринге Дзю потерпел лишь два поражения. А большинство поединков заканчивал либо нокаутом, либо техническим нокаутом. Абсолютный чемпион мира и член международного зала боксерской славы был настолько резким, что получил прозвище Гром из Австралии. Если что, в 92-м году Дзю после распада Союза параллельно с российским получил австралийское гражданство. В день, ну, в 15-20 тонн я должен был переворачивать в день обязательно. Это подготовка, подготовка. Тот фундамент, который мы закладываем тем железом, мы потом перевоплощаем и в скорость. Потому что у нас есть фундамент. Впрочем, это не помешало обладателю эпичной косички стать одним из величайших российских бойцов. Более того, Дзю после окончания карьеры внес вклад в развитие российского бокса, тренируя троих известных боксеров Дениса Лебедева, Хабиба Аллахвердиева и упомянутого ранее Александра Поветкина. Четвертое место. Николай Валуев. Спокойной ночи, ребята. Хороших вам снов. Говорил дядя Коля полусотни своих соперников. При том, что, как и Костя Дзю, потерпел поражение лишь в двух поединках. С другой стороны, Валуев, в отличие от того же Дзю, Александра Поветкина и Сергея Ковалева, из реальных наград брал лишь звание чемпиона и временного чемпиона по версию WBA. Ни в коем случае не собираюсь преуменьшать заслуги Николы Питерского. Но факт остается фактом. Мне кажется, боксер запрыгнул так высоко в сегодняшнем топе во многом благодаря своему образу. 213 сантиметров роста и 150 килограмм живого веса. Конечно, поражают. И его образ еще надолго останется в памяти болельщиков. Хотя гасил Коля Кувалда, конечно, не слабо. Лучше бы он этим продолжал заниматься, а не поддался в депутатский корпус. Че ты играешь? Че ты не пьешь? Че ты отдыхаешь? Заставляешь меня кричать, блядь? Если ты не убьешь его, Коля, я дам под их по голове, честное слово. Третье место. Иван Поддубный. Мы просто не могли не включить легенду греко-римской борьбы в сегодняшнее видео. Это было бы настоящим преступлением. Начав как цирковой борец, Поддубный позже поразил публику уже в качестве профессионального спортсмена. Впрочем, выступления Ивана в цирке тоже привозили народ в экстаз. Ну прикинь, силачу на плечи клали телеграфный столб, на котором повисали по 10 человек с обеих сторон. И, как правило, ломался столб. Он выиграл 6 титулов чемпиона мира и выступал на ковре до 70, мать его, лет. Таких случаев история спорта еще не знала. В 54 года этот монстр победил американского вольника Эда Льюиса по кличке Душитель, который любил проводить удушающий прием ногами. А что сделал Поддубный? Взял соперника за ноги и просто развел их в стороны, тем самым порвав сухожилие. В 54 года 27-летнему противнику жалко одно. И нет, речь идет не о несчастном проигранном поединке во Франции, когда соперник обмазался маслом и подло выскакивал из рук Ивана. Это мелочь по сравнению с тем, что один из величайших борцов всех времен и народов последние годы своей жизни доживал в нищете, продав все награды, чтобы тупо не умереть от голода. Второе место. Федор Емельяненко. Мой любимый боец, потому что он всегда андердог, всегда меньше соперника и всегда выходит победителем. Это, конечно, сказал не я, но почти такой же уважаемый человек по имени Майк Тайсон. Дорого стоит подобная похвала, не так ли? Федор действительно часто дрался с быками, которые больше него раза в два. Вспомнить хотя бы зарубы с Зулузинью и японским гигантом? Секунду. Я сказал за робы? Это было беспощадное избиение младенца в первых же раундах. Это что-то невероятное. Зулу, по-моему, в два раза больше. Громадный эдакий голиаф. Ай-яй-яй, слева сбоку. И, по-моему, привет. Ясен Пень, подобные бои были больше выставочными, то есть проводились на апотеке публики. А вот если пробежаться по регалиям Феди, то уважение к нему только укрепляется. Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC. Двукратный по версии Rings, двукратный по версии WMMA. Четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбу. У Емельяненко нестандартная боксерская техника. Большую часть ударов он наносит по круговым траекториям. Сбег в двор. Мадомадо. Федор стоит. Это просто потрясающе. Это невероятно, друзья. Он выстоял. И сейчас последние секунды раунда. Сейчас, конечно, Федя немного сдал и с момента подписания на Беллатар. За последние два года провел четыре поединка, в которых потерпел два поражения. Почти столько же, сколько за предыдущие годы карьеры. Но не забывай, что ему уже 42 года и свои победы Емельяненко давным-давно добыл. И первое место. Хабиб Нурмагомедов. А вот он, кажется, только вошел во вкус. На цифрах 28-0 останавливаться не собирается. Дагестанский Орел пошло с приема. Многие критикуют Хабиба за слабую зрелищность его выступлений. Лично мне, человеку, который может посмотреть пару-тройку боев за год ради крутого шоу, больше нравятся выступления ударников типа Конора, Фергюсона или Петтиса. Но мало ли что нравится мне или другим болельщикам. Все эти парни проигрывали, а Нурмагомедов нет. И абсолютно неважно, против кого он выходил на канвас. Россиянин сумел навязать свой стиль каждому сопернику. Самый показательный случай – бой с Абелем Трухилио, в ходе которого Хабиб совершил рекорд по тейкдаунам и бросил соперника 21 раз. Орел бросал американцу словно половую тряпку. Сможет ли в легком весе найтись достойный конкурент? Очень сомневаюсь. Думаю, такой же точки зрения придерживаются подписчики нашего паблика ВКонтакте, свыше 60% которых назвали Хабиба величайшим российским бойцом. А ты согласен с таким решением? Или мы незаслуженно кого-то упустили? Тогда пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и на паблик ВК подписывайся, ведь там регулярно вместе общаемся, придумываем темы для новых видосов и ориен над угарными мемчиками.